приветствую вас зрители своего канала находитесь на синхронизации моей жизни в общем будет видео о том как приготовить соленую грудинку как засолить грудинку в как засолить вареную грудинку так скажем вот такую взяли стоит относительно недорого тут хрящи были шашлык этот самый ходили делали вот хрящики здесь остались так давайте вначале я вам то есть получается вот такую взял я кастрюльку литровую или больше скорее всего больше и буду сейчас наводить то есть солянство так смотрите 85 рова перца кладем черного горошка так душистого штучек 5 потом еще добавим мы немножко кориандра чуть-чуть буквально я бы положил гвоздику но не все ее любят поэтому тоже сами смотрите на любителя кладем соль побольше тут дело в том что если сразу положить соли поменьше будем после закипания варить мы всего пять минут поэтому сколько соли возьмется если положить меньше то надо будет солью натирать если ложить больше соли то не надо будет солью натирать поэтому положу я в общем две ложки размешаем обычно лучше всего варить в луковой шелухе придает цвет такой коричневый и опять же придает запах лука то есть аромат я бы даже по луковице положил бы так то есть именно пропиталась скажем луком у нас вот но не буду пока делать так очень получается еще режем грудинку по стоимости там районе 280 рублей примерно где так стоит так вот на такие кусочки буду резать вот чего сейчас стал так делать до этого я солил грудинку я не помню без видео видео не записывал вот солилась и мясо вообще четко а вот это вот особо прослойка то есть не жуется вот солил я обычно как скажу то есть вот данный момент да то есть его соли со всех сторон плюс молотого черного перца плюс натер чеснока на терке на мелкой и все обмазал потом положил в общем в холодильник часов где-то на двенадцатом без разницы можно часа на три и после положил в морозилку все заморозил достал него то есть особо не жевался и и потом я решил отварить когда я творил то очень понравилось мне не только и и поэтому я данный момент буду готовить попросили меня приготовить чего я очень согласился варить сразу говорю долго не надо варить буквально то есть после закипания пять минут этого вполне вполне достаточно кто-то даже варит три минуты кто-то варит подольше все это так скажем по желанию так ну тут вот так я думал что рассол у меня будет больше сейчас я немножко отолью так вот смотрите в общем все отлил я отливаю с помощью ложки чтобы ничего у нас не ушло так вот буквально положил кусочки шикарно вообще нравится и все ставлю на газ и будем дальше смотреть так в общем все выключил варил в итоге 15 минут потому что до этого я варил пять минут тот маленький кусочек был эти все-таки такие каширные побольше кусочки так давайте в общем сейчас сейчас я их вот сюда положу сюда в тарелочку сейчас они немножко подостынет буквально вот или можно накрывать положить подостынет сейчас этот самый попробую попробую рассол как он вот если слишком соленый рассол то я вот считаю что не нужно их солить если такой средний то немножко посолю но если в принципе не соленый хотя две ложки положил я не думаю что уж прям не соленый такой давайте вот так вот буквально я попробую такой вот такой вот средний ну да средний такой в общем лучше лучше немножко посолю и можно потом чистить а лучше всего вообще два куска посолю а два не не посолю как я обычно люблю делать в виде эксперимента хотя потом я забываю все путаю и все как бы так получается давайте в общем вот такой терочке и равно этот самый чесночок чесночком полностью будем обмазывать чем чеснока больше тем более кусочки у нас большие тем тем лучшее вот все обмажу единственно что там где прорези делал немножко я порежу такими вот дольками чесночок и прям внутрь его в общем положу сделаю чтобы внутри он тоже был был с чесночком так в общем смотрите немножко отрезал буквально вот салом и вот миска да то такой вашим соленоватое соль я добавлять не буду налил кипяченой воды чисто чтобы она быстрее остудилась вот и так как можно все выжать ничего такого ничего такого нету вот любом случае если вы думаете что будет пересоленая то при заморозке отдает этот самый как там его то есть вот в пакет будете ложить там или в пергамент то есть в любом случае потому что соль выделяет влагу влаги здесь много вы видите поэтому соль отдастся вот и чеснок так вот немножко примут не жалейте вот такими кусочками не то что вот так вот намазать и сюда хотя бы чтобы немножко было чтобы прям пропитывалась чтобы примут вот так вот чтобы он оставался вот если придет кусочки большие то можете прорезать сейчас я вам все покажу давайте начали вот этот уже все сделаю приготовлю все все будет все будет четко примут приятно серьезно работать с мясом вот с рыбой вот такими кусочками все прям вообще четко то есть сразу буду ложить в эту морозилку ничего то есть оставлять оставлять не буду так и это также вот это то что думаете много все но на самом деле все все смеется также берем вот это вот все чесночком сало будет вообще просто бомба бомбическая я люблю чтобы перчика было побольше кто не особо любит можете можете поменьше делать но уверяю вас я тогда отварила так вот то есть уже ранее соленое мясо без соленой воды единственное то что оно особо не соленое было но вкусное было вкусное было вообще бомба так а это смотрите это так это прохладные прохладную в кипяченую воду вот делаю прорезь вот так вот примерно чищу чесночок и будем туда в классе смотрите вот так вот почистил такие дольки такие дольки режу так очень смотрите порезал вот это вот именно то есть кладем вот так вот туда эту мы вот сюда это сюда это сюда так и черный перец это но с виду как будто на много сыпется на самом деле это все все это не особо не особо много не особо много видите пока его втираешь он еще еще стирается вот и также вот этим вот то что на терке натер сало вот будем сало есть до грудинку юрец посмотрит витя евгений алексей многие другие скажут вот это красота вот это вкуснятие возможно скажет что у них было бы лучше поможет быть даже этого не скажет так вот так вот обычно прижимаешь чтобы она примут плотно было поплотнее и все так смотрите если у сало есть этот сам вот это вот шерсть и шерсть а вот этот как тому ворс да вот я его хотел начали сразу как бы убрать но лучше всего когда отварится сейчас его на газу то есть подпалю так вот получается подпалил и и он так вот против волокон ножичком именно счищаю так вот с чистым счестью видите так краешки тоже запах конечно стоит него жнецкий и и промоем покипяченая вода у нас ранее говорил так и все и также сейчас немножко натру чесночка так ну все смотрите натер я тут пять зубчиков чесночка и перья вот так вот все это дело главное чтобы она вот главное чтобы она оставалась ядреной ядреной будет такой вообще вообще шикарно так и также немножко перчика опять же когда будете резать если кому будет немножко ну то есть для кого будет много до перца вы всегда можете все это защитить потому что сало соленое сало получается она уже то есть про просолилась перец уже впитался чеснок впитался поэтому спокойно можете его перед употреблением счищать вот кто любит счищать кто-то кто любит так есть но то что готово это реально вот ну завтра завтра кусочек я точно один один отведу из морозилки достану то есть получается вот сейчас положу в морозилку вот буквально часов на 12 потом вытащу оно будет оттаивать буквально часа за три оттает и потом буду резать буду есть всем приятного аппетита подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии очень нравится мне работать с мясом вот салом и с рыбой также заходите в плейлисты и и и и и